Берлин такой современный город и пропитывает все какие-то современные тенденции и весь такой современный там много современных построек видно что он современный друзья всем приветик я на электрическом стуле ехала без Полины в поездку с другими подружками теперь мне придется ответить на все интересующие ее вопросы совершенно спонтанно я отправилась поездку в Берлин своими другими подружками также спонтанно мы решили взять камеру и снимать там что с нами происходило это наш первый опыт туристического влога так что не ругайтесь у нас был очень рано самолет мне кажется в восемь утра мы приехали заранее позавтракали в кофемании блинами еще была масленица блин с маслом 3 по 310 930 выглядит он вот по 300 рублей вообще как я просто ну и ролл за 600 это классик нам немножко про классику и две матчи это уже не классика это для тех кто с влоги с собой успешно сели в самолет взлетели над землей потом мы думали на чем поехать в город непосредственно проблемы такси 34 евро много или мало такси вообще есть 8 марта может скажем при пацаны скиньте хотя бы нам вот я предложила вызвать убер убер работал но в итоге мы вызвали просто какой-то минивэн который там рядом стоял и поехали на нем что такси было по счетчику и мы заплатили мне кажется в районе 35 евро по полу ехали ну 40 мы снимали квартиру на rnb и мы приехали в 12 квартиру мы вроде бы договорились два но мы сказали что мы будем раньше это был какой-то кошмар потому что мы очень хотели есть мы хотели уже выпить и пойти гулять немножко посидев и подумали вы подумав что мы как бы потеряем время мы отправили самых отчаянных вдруг из магазина что это такое у нас хайникин тебя дарили не донесу шухер шухер быстро девки наверх на чипсы пиво в итоге мы сидели вообще как настоящая русская быдла испортили им весь подъезд залили все этим пивом от пытались открывать ключами глазами и монетами он должен быть какой-то противовес я был русский форме шестер на эти в итоге открывали просто а вот так я вспоминаю об косяки да как бы попали в квартиру быстренько переоделись захотели есть и пошли просто посмотрели по карте что рядом с нами находится по рекомендациям что нам посоветовали нам посоветовали бургерную на этом месте раньше был туалет общественный насколько я понимаю общественной мая расскажет интересный факт мы нашли рандомное место просто по адресу мы не знали но мая смотрела что так что тебе рассказать вам рассказали что раньше это был общественный туалет который переделали прекрасное общественное питание заведение круговорот круговорот общественного да и теперь тут все жрут очень популярно взяли талончик на бургер так друзья наконец-то в этом поле себя прекрасно да и опять очень долго ждали там очки сколько у нас номер заказа 60 сейчас 31 бургеры были очень вкусные нам они понравились но я бы не сказал что это были лучшие бургеры в моей жизни бургеры немножко напоминают шейк-шак как говорят но мне кажется что все таки мясо лучше чем шейк-шак я посоветую сходить потому что это вообще прикольный район сам по себе и зайти этот бургер почему бы и нет в качестве такого аттракциона хорошая история еще в самый первый день мы пытались разобраться с метро и купили самые дорогие проездные топом за 4 евро они действуют по моему весь день и действуют на очень много участков то есть это то же самое что у нас там эмфоцетом на вот это и так далее там эмфоцетом на вот это и так далее и на следующий день мы так и не догнали какие нам нужны все-таки билеты мы подумали херстим не будем покупать потому что там нету никаких у нас нету турникетов никаких вы думали мы проедем нам три остановки до центра черт с ним мы заходим в вагон стоит какая-то русская бабка с ребенком мы с ней знакомимся начинаем разговаривать и она такая шухер типа контролер идет мы такие вот подходит нам такая лесбиянка такая же жесткая такая где ваши билеты мы как слава богу нас остались билеты с предыдущего дня и мы закосили под дур и сказали что типа ой блин мы думали что они действуют и там бла-бла-бла и нам разрешили все-таки купить свежие билеты мы не заплатили штраф штрафом 60 евро за это дело вот в общем это вот русская бабушка нам помогла спасибо вам большое спасибо пока спасла нас от этого штрафования потому что конечно не хотелось бы платить такие деньги итак друзья мы наконец-то не завтра после всех этих несвобод жизненных мы пошли в кофей не онштейн мы поехали завтракать тоже опять же посоветовали у них есть такая сетевая сетевая кафешка энштейн называется там кофе закуски какие-то плюс-минус там и позавтракали это такой хороший премиум такой старбакс бога у нас вот наверное аналогов таких вот их наверное нет так может быть добыл бик какой у них нет и тогда она везде есть там реально вкусненько культурная да слава богу нас все-таки была культурная программа мы отправились смотреть рейхстаг ну для нас для русских людей это был такой символ фашистской германии куда водрузили знамя победы вот на самом деле там заседала правительство какое-то время немецкое еще там до до войны здание друзья внимательно смотрим пока я показываю понятная на камере заходишь во внутрь тебе выдают аудиогид очень хороший и как бы в центре находится такая как бы стеклянный такой купол этого рейхстага и ты по нему как бы гуляешь и нам и пока ты идешь вверх ты слушаешь экскурсию те рассказывают вообще про то что там ты видишь из окон там панорама открывается на весь берлин все рассказывают про историю вот и это такая хорошая смотровая площадка там кстати советую после рейхстага просто у нас была такая обзорочка бренденбургские валю ворота все что вокруг в округе просто вы смотрели город до берлинскую стену были некоторых точках до которая отсылает нас к этой истории место где восстановлена эта стена да где вы видно как она выглядит что это такое я вы не конечно же посетили это шикарная граффити среди этой смертной любви короче говоря брежнев и хоники правильно думаю что это очень на самом деле вот мой пятером ездили нас мнение разделились по поводу берлина мне берлин очень понравился не показалось что это такой очень крутой город для молодежи видно что он современный несмотря на то что например там многие очень любят средневековую европу да такую классическую из того что берлин он весь такой современные там много современных построек много конечно таких не очень красивых таких советском стиле там до трички интернет там нет такого как такового исторического центра там есть да какие-то постройки старинные но это все существует в таком крутом симбиозе с современными постройками и прямо вот и не за мне в дух города очень понравился и что касается еды берлин такой современный город который впитывает все какие-то современные тенденции и тренды обязательно посмотрите куда пойти потому что мы ходили туда куда вот мы хотели есть ему туда шли вы то что поблизости или то что первое нам в голову приходило ну что друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментируйте и любите нас всем сердцем ваши